Вернулись с Северного Кавказа живыми и невредимыми. В этот день, 22 июля в 2003-м, в Саранске встречали мордовских ОМОНовцев. Отряд спецназначения следил за порядком. В населенных пунктах новой жизни гильдогены должен был вернуться только в октябре. Но в Москве приняли решение о постепенном выводе сил милиции из Чеченской Республики. И 45 человек личного состава мордовского ОМОНа приехали домой на три месяца раньше срока. Вот в таких прекрасных классах занимаются будущие Плесецкие и Нуриевы. И кто знает, может быть, однажды придется аккредитовываться на интервью с местной звездой балета. В этот день, в 2004-м году, Александр Щур подводил итоги работы Республиканской хореографической школы вместе с директором и выпускниками. За 13 лет из этих стен вышли на большую сцену четыре поколения танцоров. И еще через год Александр Аносов в этот день совершил путешествие из Рузаевки в Красный Узел на электричке. И вместе с ревизором ловил без билетников. Пока молодая девушка покупала билет в вагоне у кассира, соседи по вагону вспоминали заячью юность. Я не часто ездию. Я не часто ездию. Месяц раз приезжаю. Ну, бывает, когда вот заяцем. Ордатовский, Рамадановский, Чалковский – три района объехал патриарх Московский и всея Руси Кирилл 22 июля в 2011 году. Здесь, кстати, многие помнят его предыдущий визит. В 2005 году в чине митрополита Кирилл осветил камень, лежащий в основе этой новой церкви. А это пока мечта, которая не сбылась перед Чемпионатом мира по футболу. От улицы Победы до Строительной, минуя перекресток с Титовой и через пойму реки Инсар до улицы Гожувской. Такой должна была быть новая магистраль со светотехстроенной Химаш, строительство которой в этом году возобновилось. Таким было 22 июля разных лет. Алена Маскалева. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин